Здравствуйте, уважаемые зрители! Итак, 10 лет! У нас есть 10 лет до полного перевода всей письменности на латинский алфавит. Об этом вчера сообщили в правительстве. Вернее, сам переход начнется уже через пару лет, в 23-м году, и должен завершиться в 31-м. И вчера же был опубликован новый алфавит, включающий 31 символ латиницы, охватывающий все звуки казахского языка. Кроме того, была представлена раскладка клавиатуры новой версии казахского алфавита. Я не буду подробно останавливаться на новшествах и особенностях нового алфавита. Со всем этим можно было ознакомиться накануне практически во всех средствах массовой информации. Я вот о чем хотел бы сказать. Конечно же, переход на новую письменность вызывает в нашем обществе споры. Порой бурные, ожесточенные. И понять здесь можно всех. Кто-то ратует за скорейший переход на новый алфавит, а кто-то хочет остаться при нынешнем, на кириллице. Причем аргументы у всех железные, порой не зная, что ответить. Противники перехода говорят о том, что целое поколение, особенно старшее, так и не сможет адаптироваться под новые буквы. Возникнет большая неразбериха, в том числе и в школах. Если казахские классы перейдут на новый алфавит, то как будут обучаться классы с русским языком? И потом, хватит ли 10 лет, чтобы перевести на новый алфавит огромный массив всей литературы, что когда-либо издавалось и издается в нашей стране? И еще не менее важный вопрос. Финансовый. Сколько денег потребуется на все это? Ведь нам об этом никто не говорит. И понятно, что это не копейки, а миллиарды. А в наше нелегкое время настал ли час для перевода на латиницу? Теперь о тех, кто за переход. Несомненно, новый алфавит вдохнет новую жизнь в наше государство. Посмотрите, с каким энтузиазмом предприниматели стали менять вывески своих магазинов на новый лад. Да и народ по большей части поддерживает эту идею. Латиница приблизит нас к своим корням, сблизит с другими тюркскими народами, давно использующими такой алфавит. И самое главное, посредством латиницы мы станем полноправным участником всего мирового сообщества. К слову о корнях. В Казахстане уже использовали латиницу ровно 100 лет назад. В начале 20-х годов 20-го века началось широкое обсуждение этого вопроса. И в 1929 году казахскую письменность официально перевели на латинский алфавит. Это, кстати, очень весомый аргумент за перевод на латиницу. Такой опыт уже был и довольно успешный. Другое дело, что был он кратковременный, всего 10 лет. Но это уже совсем другая история. Ибо было это в жестокие сталинские времена. И тогда не то, что алфавит народ бы сохранить. Напомню, именно тогда казахи в результате революции, раскулачивания, голода, гражданской войны и репрессии потеряли ровно половину своей численности. Теперь по поводу русского языка в Казахстане. Понятно, что он никуда не уйдет. У нас треть населения русскоговорящие. Многие из нас думают и пишут на языке Пушкина и Достоевского. Казахская интеллигенция говорила на нем и 50 и 100 лет назад. Великий Абай писал, что русский язык откроет нам глаза на мир. Бесспорно, тогда так и было. Но сейчас другие времена, другие нравы. Некоторые мои собеседники часто приводили в пример Узбекистан. Мол, там почти 30 лет назад ввели латиницу, а большинство вывесок, надписей и объявлений все равно печатают на кириллице. В общем-то, так и есть. Два года назад я был там, мы снимали большой фильм о бизнесе. Так вот, местные предприниматели мне говорили, что переход на новый алфавит – это единственная сфера, в которой государство не давило на них. То есть у бизнесменов было право выбора – размещать вывески на кириллице или на латинице. Правда, теперь этого выбора, думаю, у них нет. Пару месяцев назад узбекские власти решили ускорить перевод всех надписей на латинский. Замечу, что переход на новый алфавит – процесс сложный и может затянуться на долгие годы. И понятно, что за это время будет немало недоразумений и шуток по поводу правописания некоторых слов. Но это трудности перевода. Они временные, решаемые. Их надо просто преодолеть. Так же, как и наша страна, испытывает трудности роста. Вся эта безудержная коррупция, незаконное обогащение, кумовство, тройболизм и так далее. Все это пройдет, мы растем и вместе с ростом мы преодолеем все эти детские болезни. А как известно, некоторыми болезнями лучше переболеть в детстве. Всего вам доброго и, конечно же, смотрите Атомикем Бизнес. Субтитры создавал DimaTorzok